Сегодня я расскажу о том, как генетические исследования служат сейчас драйвером для современной медицины, в том числе и в России. Начну я немного с истории генетики. История генетика насчитывает уже почти три века, то есть с 1863 года известный такой Грегором Мендель, все его помнят из учебников биологии, это такой священник, который начал культивировать горошек. И именно он сформировал основные положения наследования генетических признаков. То есть он является основоположником даже, можно сказать, современной генетики. Но труды Менделя не были так популярны в его время среди современников и, можно сказать, долгое время игнорировались. Поэтому только в следующем веке, в 1920-х годах, Томас Морган обнаружил, что генетический материал хранится в хромосомах, внутри клеток. И после этого началось уже развитие той генетики, которую мы, можно сказать, знаем. Началась разработка новых методов генетических исследований. И уже в начале 21 века, а именно в 2003 году, был полностью расшифрован геном человека. И это стало отправной точкой в стремительном развитии тех технологий, которые позволяют исследовать ДНК человека, и которыми мы уже сейчас пользуемся. Сколько стоит геном человека? Многие наверняка даже не поверят, что еще в 2000 году, когда был опубликован черновик генома человека, исследование одного человеческого генома стоило более 100 миллионов долларов. Сейчас, конечно, такую стоимость никто не готов оплатить за это исследование. Но до 2007 года цена оставалась очень высокой. Это потому, что технологии были дорогостоящими, исследование было длительным и ресурсоемким. В 2007 году придумали новый метод исследования ДНК, а именно секвенирование нового поколения, или его еще называют NGS. Как вы видите на графике, началось стремительное падение стоимости исследования одного генома человека. И уже к 2017 году стоимость исследования одного генома приближается к 1000 долларам. Это без расшифровки. Это важно понимать. И уже начиная с этой точки, можно говорить о персонализированной медицине, когда большая часть людей все-таки сможет себе позволить это исследование раз в жизни. И на основании этих данных уже будут строиться план обследований, лечения и так далее. Об этом я поговорю чуть позже. По прогнозам, к 2020 году стоимость расшифровки полного генома человека будет стоить 100 долларов или даже меньше. И я уверена, что это произведет большую революцию в мире генетики и медицины в целом. И, соответственно, сделает генетическое тестирование рутиной для врача в каждой поликлинике. Где может быть полезно знание генетики? Во-первых, конечно же, это планирование семьи. Некоторые люди думают, что родить ребенка очень просто. Нужно просто забеременеть и родить. Но по статистике каждая третья беременность заканчивается прерыванием ее на суперранних сроках. Это означает, что каждый третий эмбрион нежизнеспособен из-за того, что в нем есть очень сильные генетические нарушения. И важно парам, которые планируют семью, то есть планируют беременность, прийти на консультацию генетику для того, чтобы понять, являются ли они носителями тех мутаций, которые у них не проявляются. Но в совокупности, если мутация унаследуется и от матери, и от отца, то это приведет к тяжкому наследственному заболеванию. Сейчас я очень рада как генетик, что таких пациентов становится больше, именно молодых людей, у которых еще нет детей. Также знание генетики полезно в подборе препаратов для лечения многих заболеваний. Это могут быть заболевания, например, повышенное артериальное давление или что-то серьезное, как онкология. И сейчас FIDA одобрила 66 препаратов, для которых есть рекомендованная дозировка в зависимости от генетики. Я уверена, с каждым годом количество этих препаратов станет гораздо больше. И каждый человек будет иметь возможность не испытывать на себе все побочные эффекты или неэффективность какого-то лечения. Соответственно, лечение будет более эффективным, персонализированным, и человек будет больше доверять своему врачу, потому что он будет ощущать все-таки эффект от проведенной терапии. Немаловажная часть генетики – это генетика в онкологии. Очень много онкологических заболеваний являются наследственными. Около 20% рака молочной железы и рака кишечника являются наследственными формами. И очень важно заранее выявить мутации, которые приводят к развитию онкологии в семье, то есть должны быть семейные случаи, чтобы была возможность ранней профилактики и эффективного лечения. Потому что для многих таких заболеваний уже разработаны медицинские рекомендации по ранней профилактике и по самому эффективному виду лечения, которое сейчас есть. Четвертая часть, где может быть важно знание генетики – это наше общее здоровье. То есть как не заболеть частыми заболеваниями, которые встречаются повсеместно. То же самое повышенное давление, сахарный диабет, ожирение, заболевания кишечника, что угодно. Сейчас проводится, уже больше 10 лет проводятся исследования генетические, которые определяют вклад генетики в такие так называемые многофакторные болезни, для которых генетика – это всего лишь фундамент. Конечно, должен быть какой-то внешний фактор, который будет являться триггером, то есть спусковым крючком развития этой болезни. И если мы знаем, что у человека повышены те или иные риски, то мы можем те факторы, которые способствуют проявлению заболевания, их нивелировать. Конечно, это в основном наш образ жизни, питание, экология, стрессы и спорт. Я работаю в биомедицинском холдинге «Атлас», и у нас есть продукты, которые основаны на исследовании ДНК. Есть продукт, который основан на исследовании ДНК человека. Это вы видите генетический тест, который цветной. Он исследует одновременно очень много показателей, в том числе наследственные заболевания, мутации в них, предрасположенности, как я уже говорила, к частым заболеваниям, таким как артериальная гипертензия, сахарный диабет, остеопороз и многие другие. И даже теперь можно узнать уже о происхождении и даже некоторые личные качества. Конечно, последние два раздела медицинской генетики не относятся, но, тем не менее, это пробуждает интерес у людей к генетике. И очень часто люди вовлекаются в свое здоровье именно через знания происхождения или каких-то личных качеств. Они начинают искать в интернете, спрашивать у профессионалов и таким образом увеличивают количество своего знания в этой динамично развивающейся науке. Следующий тест — это генетика микробиоты. Я думаю, здесь вообще никому это непонятно. Так как мы первая компания, которая выпустили подобный продукт для конечного потребителя, здесь исследуется ДНК тех бактерий, которые живут в вашем кишечнике. Обычные тесты на дисбактериоз не очень информативные, потому что, представьте, нужно в чашку Петри посеять бактерии. Многие из них уже не высеются, не дадут рост. Соответственно, врач не получит той информации, которую бы он мог получить, исследовав все бактерии, которые живут в кишечнике. Когда мы секвенируем ДНК бактерий, я надеюсь, эти слова понятны, то есть исследуем ДНК бактерий, мы можем выявить их род, вид, какие они патогенные или они хорошие бактерии, и рассказать вам, насколько вы защищены от разных заболеваний. Или, наоборот, вы более подвержены им. Потому что то, что живет в нашем кишечнике, это очень большой генетический материал, и на каждую клетку человека приходится 100 бактериальных. Поэтому можно представить, какую роль генетика этих бактерий и сами бактерии имеют в нашем здоровье в том числе. Многие боятся, на самом деле, идти к генетику, если их ничего не беспокоит. Но идти к генетику совершенно не страшно. Вы можете на меня посмотреть. Максимум, чего вы можете бояться, это, наверное, сегодня красного цвета, но обычно я в белом халате. Соответственно, с генетиком можно обсудить все вопросы, которые связаны с наследственностью. Если вы переживаете, что какие-то заболевания у вас передаются из поколения в поколение, или вы тревожитесь за будущих детей, за своих родителей, за своего супруга, вы всегда можете поговорить с генетиком и понять, имеет ли смысл дальше обследоваться в сторону изучения генома или нет. И, конечно, очень часто люди получают исчерпывающую информацию и принимают правильное решение, не уходя куда-то в дебри интернетов, а получая все-таки квалифицированный ответ, который часто проходит в весьма дружественной форме. Поэтому обращайтесь к генетикам, не бойтесь, тем более персонализированная медицина уже не за горами. В 2020 году 100 долларов, мне кажется, сможет позволить себе каждый. Пока стоимость таких тестов равна, можно сказать, стоимости айфона. Айфон мы покупаем каждые три года, а тест один раз в жизни. Мне кажется, есть о чем задуматься. Спасибо. Да. Спасибо. Спасибо.